Здравствуйте, уважаемые телезрители! Осень 2014-го полна печальных новостей в области экономики. Цены на нефть снижаются, курс доллара растет, цены на продукты растут, инфляция растет. Что будет завтра, в общем-то, мало кто представляет. И именно в это время правительство Оренбургской области обсуждает бюджетный прогноз области до 2030-го года. Нет ли здесь какого парадокса? Мы первые по написанию этого документа, но такие задачи стоят и общество ставит перед властью, и мы сами перед собой ставим, что нужно развиваться, нужно двигаться вперед, не нужно стоять на месте. И такие сверхзадачи уже были поставлены еще на правительственную область еще в 2010-м году, когда была разработана стратегия развития области до 2020-го и на стратегический период до 2030-го года. И основные идеи и задачи по развитию региона были, конечно же, сформулированы и именно оформлены еще в тот период. После этого был разработан важный очень документ. Это долгосрочный прогноз социально-экономического развития области также до 2030-го года. И тот документ, который мы сегодня рассматриваем, который мы обсуждаем, это документ как продолжение, как фиксация финансового обеспечения тех процессов, которые на перспективу будут проводиться в Оренбургской области. Какие основные были зафиксированы ударные направления нашего развития, на чем мы сосредоточимся? Понятно, что главная замечательная цель, чтобы человек жил хорошо, по крайней мере не хуже, чем вчера, желательно лучше. Но все-таки куда мы будем вкладывать основные усилия? Основные усилия вкладываются в человеческий капитал. Это самое главное достоинство, которое есть в нашей жизни. И наша главная задача, в том числе за счет поддержки государства и бюджета, это развивать образование, здравоохранение области. И без сильной экономики развивать эти направления просто будет невозможно. И вот эти вещи, эти основные задачи, они как раз-таки и стоят. Найти баланс в развитии экономики, но в то же время обеспечить в полном и необходимом объеме качественными услугами в образовании, здравоохранении, в культуре, в спорт. То есть эти мероприятия развивать. Основные задачи мы ставим перед собой такие. Спасибо. Для вас, как финансиста, главный баланс, чтобы доходы не были выше расходов. Присаживайтесь. Надо сказать, что сфера экономики – это не сфера прямой ответственности органов власти. Сфера прямой ответственности – это те расходные обязательства, которые записаны в законах и требуют непосредственного участия бюджетных средств государства, субъекта Российской Федерации муниципального образования для того, чтобы решить эти задачи. Сфера экономики – это сфера косвенного регулирования. И здесь, безусловно, очень важно выбрать те направления, которые сейчас являются прорывными. В том числе это инновационные кластеры, это формирование туристических кластеров, это создание многофункциональных видов производства, которые бы позволили уйти от моногородов, от монопоселков, которые создали бы новые рабочие места. Но это все-таки сфера вторичной ответственности государства с точки зрения тех инструментов, которые у него находятся. Финансовые ресурсы, прежде всего, это, конечно, сфера, общественная сфера экономики. Это вот то, что перечислил Павел Васильевич, те сферы деятельности. Поэтому в бюджетном прогнозе содержится акцент именно на эти направления, то есть на направления, за которые непосредственно отвечает Оренбургская область, как публично-правовое образование. Вот в бюджетном прогнозе важно видеть не только цифры, это второе, а важно видеть первое – это те направления, те приоритетные сферы деятельности, которые требуют повышенного внимания. Иначе говоря, задача бюджетного прогноза стоит в том, чтобы оценить те риски, которые возникнут, и снизить неопределенность будущего. Значит, нужно предусмотреть, что следует сделать, чтобы уйти от инерционного подхода и достичь тех целей, которые записаны в планах развития области. Ну и следует отметить, что среди важных направлений бюджетного прогноза – это создание сбалансированного бюджета. Конечно, это спорный момент, который требует, с одной стороны, большой работы со стороны Министерства финансов, а с другой стороны, это совершенно другое осмысление баланса доходов и расходов, совсем другой подход к составлению бюджета. Давайте попытаемся для наших телезрителей вот это все как-то перевести на плоскость планирования семейного бюджета. Вот мы сидим в семье, муж, жена, и говорим, что через три года наш мальчик подрастет, он собрался учиться вот на Дальнем Востоке в Федеральном университете, да, это одна история. Вторая история – девочка у нас вот заканчивает одну музыкальную школу и хочет поехать на какие-то курсы, и к тому же мы хотели обменять квартиру. В принципе, нормально, семья развивается, но средства дохода – это, в общем, надо как-то где-то искать. И? Вот это сначала концепция. Вот то, что вы перечислили, это то, что нужно сделать. А теперь нужно найти те источники, за счет которых нужно сделать. Поэтому бюджетный прогноз, он пытается и определить ресурсы, и определить новые подходы к тому, как использовать бюджетные средства. Вот второе – это принципиально важно, потому что бюджетные средства – это величина меняющаяся. Конечно, налоги меняются, экономическая ситуация меняется, совершенно верно. А вот те концепции, которые будут положены в основу бюджета будущего – это величина, которая требует осмысления сейчас. Что мы осмысливаем сейчас в этом документе? Ну, некоторые направления изменились. Вот, в частности, это касается сбалансированности бюджета, формирования резервного фонда. Это поставлены задачи о том, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств. Это, надо сказать, что задача, которая стоит постоянно. Но в бюджетном прогнозе записано, что необходимо уйти от инерционного подхода. То есть, необходимо развивать новые подходы к использованию бюджетных средств, вот этих очень затратных для бюджета сферах деятельности, в здравоохранении, в образовании, прежде всего. Вот фонд резервный. Вот сама эта формулировка, я убеждена, многих наших телезрителей пугает, поскольку за предыдущие годы, начитавшись всевозможных информационных сообщений по поводу резервного фонда Российской Федерации, который складывал деньги в Америке, которые потом, в общем, частично куда-то делись там, да. В общем, страшно становится, а нужен ли этот резервный фонд, что он собой будет представлять? Сама идея создания резервного фонда, как в Российской Федерации и как у нас в Оренбургской области, она не новая. Она существует в экономике уже давно, тогда, когда появлялись кризисные явления. Первые кризисные явления в той же самой Америке были, продолжение кризисов и в Нидерландах, когда возникает зависимость определенной экономики от тех процессов и от того производства, который преимущественно происходит в стране, в регионе. И когда происходит рост, то все вроде бы хорошо, все вроде бы нормально, все складывается, мы развиваемся, строим, выплачиваем повышенные заработные платы, уровень жизни повышается, и все у нас хорошо. Но когда возникают определенные сбои в экономике, то возникает проблема. А как? Мы достигли этого уровня, мы достигли той потребности, она выросла. Выросла как у людей потребность, так и у государства обязанность это обеспечивать. И вот когда происходит сбой, то возникает ситуация, а как же это обеспечит? Кто придет и кто поможет? Никто не придет. Всегда уповает на федеральный центр. Ну я в части вообще государства, то есть кто поможет государству? Никто государству не поможет, то есть оно должно само заранее думать и планировать. Только дядюшка Сэм с определенными условиями может помочь. Ну, к счастью, мы этих условий не знаем. И в данной ситуации мы отдаем себе в этом отчет. В Российской Федерации создание резервного фонда, его цель и направление именно для обеспечения вот таких проявлений кризисов в экономике, его и создали резервный фонд. Да, он потом модернизировался, некоторые вещи, в том числе был создан фонд национального благосостояния, но задача именно в этом, как он будет наполняться, как он будет формироваться, мы сейчас об этом думаем. И нету задачи изъять деньги из экономики и где-то их просто хранить. Задача такая, чтобы мы позволили себе в случае проявления кризисов в экономике вот тот минимум, который мы уже гарантировали, который мы взяли на себя обязательства, в любой момент, в любой ситуации обеспечить. И эти средства, они также должны работать на экономику. Российская Федерация размещает средства в иностранных валютах, сейчас, может быть, в каких-то ценных бумагах иностранных государств, но в основном они невысокодоходные, но зато стабильные и надежные, когда всегда можно получить средства назад. Есть определенные средства и ресурсы, которые размещаются на счетах в банках, какие-то небольшие проценты, которые в том числе покрывают вот эти издержки по работе этих средств. И наша задача именно в этом, в какой-то определенный момент, когда мы, ну, представим такую ситуацию, мы в жизни, да, каждый из нас живет и определенно имеет бюджет. Просто мы так не планируем, не считаем, но бюджет имеется. К примеру, мы имеем 20 рублей ежемесячно, да, и 20 рублей мы тратим своих расходов. Но представим такую ситуацию, что к нам пришли дополнительные доходы, пришло 25, а потратить мы также все равно планировали, все распланировали, разложили, потратили 20, остается 5 рублей. Нет, мы сумеем потратить 25, я вас уверяю, и мы к этому привыкли. Самое главное, и государство сумеет потратить, и государство. Но задача, а если вдруг ты понимаешь, что завтра придет не 20, а 10 или 15, а тебе потратить нужно 20, где ты их возьмешь? Ну, на первый раз перекредитоваться, а здесь, когда это длительный процесс, то нужно, значит, иметь какой-то определенный... Понятно, некий счет в банке там, в надежном, или кубышка, так скажем, да, спасибо, которая поможет нам пережить возможные тяжелые времена, которые, может, наступят, может, нет. Но меня вот что удивляет, почему-то мы здесь идем впереди России всей. Вот все спокойно живут, и никто не думает о том, что нужно создать резервный фонд, или, по крайней мере, думают не так быстро, как у нас в регионе. Может быть, мы поторопились? Об этом через минуту. Ну, предположим, создали мы резервный фонд в соответствии с бюджетным прогнозом Оренбургской области до 2030 года. Как это там записано? Начали изымать туда средства. Ну, складывать дополнительные средства, предположим, да. Они не в экономике. А другие регионы в это время, которые не создали такого рода фонды, они спокойно продолжают жить, используя те средства, которые продолжают оставаться в региональных экономиках. Может, я что-то не понимаю, но мне кажется, для нас же будет хуже. Это очень своевременно. Сегодня мы говорим о бюджете или о прогнозе до 2030 года. Во-первых, это всего 15 лет. 5, 10, 15 лет. И, как говорится, не заниматься сегодня, не управлять процессом, который вот в ближайшее время этим финансами, экономикой, производством, развитием, и не видеть это, это преступление. То есть надо заранее. В принципе-то это понятно, никто не спорит. Но вы совершенно правильно сказали, что вначале нужно вот эти дополнительные доходы получить, чтобы создать резервы. То есть вначале как бы надо озаботиться прорывными направлениями развития экономики, а потом уже фонд, резервность. А как раз в прогнозе вот это все уже и есть. Просчитали все варианты, все факторы. Именно то, что мы будем иметь. И вот, и речь идёт не только что за счет сокращения каких-то расходов, хотя их тоже надо сокращать. И мы знаем, вот сейчас только, значит, часто звучат, где лишние деньги, но они как-то вот уходят. Не туда эти лишние деньги. Видимо, спланируют побольше. Поэтому сейчас надо всё предвидеть. Предвидеть и в экономике, и в эффективности расходов, и вообще в управлении финансами. Это всё надо предвидеть. И иметь резервы. Можно быть готовым к тому, что когда появляются так называемые лишние деньги или незапланированные доходы, да? Вы это имеете в виду же, да? Они не направляются на срочные нужды, да? Или на дофинансирование каких-то там статей расходов, которые... Что такое незапланированные, неувиденные? Это не увидели мы что-то. Такого ничего не падает практически. Это уж так просто, значит, где-то мы проморгали в планировании. Поставили, допустим, миллиард, а получилось миллиард 200 поступлений. Это хорошо. Это хорошо. Но это расчёт практического планирования. Мы этого не должны допустить. Потому что это мы... Если мы будем так ошибаться, то мы заранее себя готовим, значит, какое-то недофинансирование или какое-то, значит, ухудшение. Мы умеем и перефинансирование. Мы умеем, насколько я понимаю, и перефинансирование заранее готовить. Перефинансирование, ну, это преступно. Запланированное, да? Преступно. А где мы будем брать эти средства на резервный фонд? Вот кто-нибудь не может сказать? Всех же источников, всех же источников, которые закреплены за областью, за регионом. Это и налог на прибыль, это и фонд оплаты труда или как бы фонд доходов. Будет жесткий процент от каждого источника? Нет, а варианты разные могут быть. Может быть, какой-то процент. Может быть, это действительно какой-то от валов нашего продукта области. Если его посчитают, допустим, сказать, вот мы 0,2% будем отчислять, как бы там ни было сложно. Но если придется, у нас резервный фонд будет. То есть мы не допустим недофинансирование. Резервный фонд мы можем собирать по копеечке, да, по определенному проценту. Может быть, по результатам итог за год сложился, и получилось так, что у нас доходы больше, чем расходы произошли, и определенная сумма осталась. Частично эту сумму оставить в резервном фонде. Но в течение года средства резервного фонда могут размещаться как на депозитах. Это депозит в банке, счет, который будет иметь определенные гарантии, и причем очень жесткие требования предъявляются к таким банкам, банк надежности, чтобы эти средства вернулись. Бюджетное законодательство это позволяет делать. Или эти средства могут направляться в развитие, то есть строится какой-то объект. Или государственным частным партнерством предусмотрено строительство инфраструктурного объекта, дороги, больницы. И средства бюджета могут направляться именно на инвестирование в этот объект с возвратом средств в бюджет. То есть, когда частник, по большому счету, берет средства в бюджете, да? То есть, по сути, это через банк, как определенная схема перекредитования, и это все развивается, опять же, во благо бюджета, но с возвратом средств. Мы можем временно воспользоваться этим резервным фондом в течение года. Это происходит, это в течение года. Главная задача обеспечить как возвратность средств, чтобы в любой момент можно было ими воспользоваться, так и мы должны видеть, какое определенное развитие, какой результат это принесет. Любой субъект Российской Федерации будет разрабатывать такой долгосрочный прогноз, начиная с 2015 года, с бюджета на 2016 год. Но мы пошли немножечко вперед, и мы этот прогноз выкладывали не только на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения, мы собирали представителей общественности, собирали представителей научного сообщества. То есть, мы хотели, чтобы каждый гражданин поучаствовал, высказал свое мнение, которое обязательно учитывалось. На самом деле, это никакая не инновация Оренбургской области, это мы сделали то, что должны были сделать, все равно, да? Просто мы завершили цикл, так сказать, работ над долгосрочным планированием развития Оренбургской области. Получается, что мы свой опыт и свою практику представили коллегам, представили каждому гражданину с тем, чтобы прийти к выводу, а правильно ли мы делаем. Ну, на сегодняшний день, как бы, все говорит за то, что мы на правильном пути. Мы все деньги в бюджете сейчас планируем, ориентированные на результат. То есть, каждый рубль, выделяемый сейчас из областного бюджета, и эту задачу мы ставим перед собой развивать, должны быть ориентированы на конечный результат. А конечный результат, конечно же, делается конкретным человеком, конкретным руководителем. Будь то органом власти, министром, будь то государственным учреждением. И эти показатели устанавливаются для того, чтобы за счет бюджетных средств достигать конечного результата. И если руководитель учреждения не выполняет и не достигает эти показатели, а ресурсов ему предостаточно, то значит возникает вопрос, а насколько ты эффективно работаешь. Идея изумительная, потому что уже не первый год, и это пришло к нам, по-моему, из-за рубежа, что вот это проектное мышление, проектный подход. То есть мы разрабатываем проект, понимаем, какие туда нужны ресурсы, чтобы вот это дело получить или результат вот с такими-то параметрами конечными. Если конечный результат есть, значит ресурсы использованы эффективно. Но сейчас по ту сторону экрана вас слушают врачи, учителя, вернее директора школы, главные врачи, которые скажут, а у нас уже сейчас на все есть нормативы свои и финансируют нас по душевое. Как бы вот сколько по нормативу обслужил больных, да, законченный случай имеем, столько мы и получаем. Что вы еще хотите добавить к этому? Что можно к этому еще добавить? Точно так же ведь и директора школ? Ну, вот сейчас мы говорим о показателе количества пользователей услуг. Так, а нужно говорить еще и о качестве, и о доступности. А кто может оценить качество и доступность? Только пользователь. То есть сами показатели нужно менять. Показателей намного больше, и их, они многосторонние, потому что и в этом и задача государственной программы. Не показатели ради того, чтобы их просто достигать и выполнять, а нужно ставить чуть планочку выше, и тогда мы будем стремиться к достижению результата более хорошего. По сути дела, вы сейчас проговорили супер благородную цель, да, правительства Оренбургской области по повышению эффективности расходования бюджетных средств. Чтобы каждый рубль, он не просто был вот брошен на что-то там, да, на какое-то там прием у врача и на какое-то обучение в школе, а на качественное. Ну, вы представляете, это, на мой взгляд, абсолютно нереальная задача. Сколько нужно дополнительных параметров качества того или иного продукта или услуги ввести, чтобы мы наконец понимали, что этот рубль бюджетный потрачен эффективно, а этот неэффективно. Ведь была же практика оценивания, по-моему, она до сих пор осталась, директоров школ по результатам ЕГЭ по средним. К чему это привело-то? Но если не ставить перед собой никаких задач, то мы ни к чему и не придем. Я уже давно закончила институт и, заканчив институт, я пошла работать в совхоз, работала главным экономистом. Мы тогда, где-то это был, наверное, 1974 год, составляли прогнозы на 15 лет. Я вам хочу сказать, это всегда давало какой-то положительный эффект, в любом случае, с экономической точки зрения. Сумеем ли мы исполнить все те планы, которые построили для себя до 2030 года, это вопрос. И он не всегда будет зависеть от нас, от нашего поведения, от той ситуации, которая будет складываться конкретно на территории Оренбургской области. Но то, что мы первыми в России все-таки завершили этот цикл работы над прогнозом, первыми в России попытались понять, а что будет завтра и как нам жить так, чтобы не ухудшить свою собственную жизнь, это, наверное, хорошо. Это вызывает оптимизм. Наши финансисты разработали эти прогнозы, посоветовались с учеными, с народом и оставили возможность для вас, уважаемые телезрители, поучаствовать тоже в этом процессе. Будьте гражданами своей страны, будьте достойными жителями нашей Оренбургской области. Это просто наша жизнь, давайте ее делать вместе. Редактор субтитров А.Семкин